Повышение квалификации В 15 лет я снимал для вас очень простые видео по неврозам, по тревожным расстройствам. Снимал их одним дублем, снимал их очень просто. Это началось еще в 2011 году в подмосковном городе Химки, кто может быть смотрел мои первые видео. Я всегда относился к этому очень искренне, просто, без всяких продающих текстов, продающих видео. Поэтому и сейчас по старинке я приехал к себе на работу, взял камеру и включил кнопку. Поэтому надеюсь, что мы с вами очень искренне сейчас побеседуем. К сожалению, надеюсь, что побеседуем с вами вживую, попозже, на коллоквиумах и экзаменах. В 15 лет я занимался психотерапией и в какой-то момент понял, что я хочу поделиться своими знаниями, своим опытом с большим количеством коллег. Потому что каждый день мне пишут и спрашивают, а кого вы порекомендуете, а кому пойти, вы заняты, у вас очередь, куда пойти. И я все время ставил себя в такое неудобное положение, вроде как ты специалист, а порекомендовать особо и некого. И я понимал, что если уж рекомендовать, то рекомендовать людей, в которых я уверен. Но как минимум, чтобы хотя бы клиенты попробовали. Так вот, еще несколько лет назад я решил сделать профессиональный центр переподготовки врачей и психологов. Сегодня мы получаем лицензию на профессиональное дополнительное образование. Хочу сразу сказать, что в Российской Федерации заниматься образовательной деятельностью, переподготовкой может только лицензированная компания, которая прошла все этапы лицензирования. Заверила программу в министерстве, подтвердила преподавателей, все правильно оформила, помещение соответствует и множество других нюансов. Заниматься профессиональной переподготовкой просто двум, Голопупенко и Сидорову, пересказывая книгу Роберта Лихи и Дмитрия Викторовича, пока делая потом бумажки на принтере, это мошенничество. Потому что иметь право психологического консультирования и вести профессиональную деятельность могут люди, имеющие под это юридические обоснования. Психологи, психологи-консультанты, педагоги и врачи, либо студенты, находящиеся в процессе обучения. Соответственно, на первый вопрос я почти ответил, кто может пойти к нам на профпереподготовку. Либо вы студент, который уже учится на определенном курсе, вузов, который я перечислил, либо вы уже практикующий, специалист, либо выпускник. Это важно, потому что продать вам курс, а потом вас отправить на учебу, это мошенничество. Потому что нельзя заниматься переподготовкой, переподготовкой, которой базовой нет. Чтобы оформить вас в качестве студента, это оформляется внутренним приказом, на основании документов. То есть мы не можем принять вас на курс переподготовки без базовых документов. Если вам кто-то пытается продать курс переподготовки без базовых документов, это липа. Вы не сможете вести профессиональную деятельность. Ну, возможно, вы хотите просто послушать интересные лекции для себя, но я хочу, чтобы наши студенты были яркими, талантливыми практиками, со всеми юридическими и прочими нюансами. Это, надеюсь, понятно. Теперь по курсу. Я очень долгое время думал, что у нас всё более-менее нормально с точки зрения образования. Но когда я стал погружаться в образование более полно, я понял, что у нас всё очень сложно. Потому что мы либо психиатры, и у нас физиологическая концепция высшей нервной деятельности, и всё фармакотерапия. Либо у нас психология, которая очень сомнительно, спорно и нелепа. И каждому психологу приходится находить какую-то историю психотерапии, которая якобы помогает. Ко мне не раз обращались выпускники лучших вузов России с просьбой научить работать с паническими атаками. Пять лет в вузе психологического, самого сильного факультета России не рассматривает этот вопрос. Вопускники серьёзного вуза подходят и говорят, а что нам делать с пациентами, которые жалуются на СРК и на экстрасистолы, что это вообще такое? Так вот, первый блок из трёх нашей переподготовки – это медицинский физиологический блок. В этот блок входит кардиология, пульмонология, гастроэнтология, гематология, неврология, психиатрия и эндокринология. Конечно, мы не будем делать из вас вторых врачей, вам это и не нужно. Но вы точно должны знать, чем отличается синусовая тахикардия от пароксизмальной, какие симптомы у инфаркта и у панических атак, как дифференцируются серьёзные органические патологии от обратимых функциональных патологий. Во-вторых, вы должны уметь объяснить пациенту, какие обследования надо пройти или не надо проходить. Уметь работать в паре с врачом и уметь работать в паре с психиатром, уметь понимать те или иные обследования, ту же самую норму ферритина и железа и гемоглобина. Вы понимаете, да, о чём я, когда мы говорим про астенические и психостенические состояния? Соответственно, вот этих знаний по обследованиям, объяснению пациенту, почему у него ёкает в груди, болит в левой части ребер, у них же думают, что тут инфаркт у них образуется. Где сердце находится, для начала надо знать нашим психологам. И как оно вообще иннервируется. Я уж не говорю про неврологию, про вертебральные артерии, остеохондрозы, малый большой круг кровообращения и прочие соматоформные вегетативные реакции, чтобы они могли объяснить пациенту на первом этапе информирования, квалифицированно. Поэтому первый блок вы не найдёте ни в одном вузе России. Это мой авторский блок, составлен со врачами. Чтобы было не много воды и чтобы там было в основном сконцентрированные знания, которые нужно знать консультантам по невротическим расстройствам. Мы не будем разливаться водой на несколько месяцев про общую кардиологию, общую гематологию. Это вам не нужно. Это будет сжато, но очень точно. После окончания первого курса или первого блока вы сможете объяснить студентам, объяснить своим клиентам, объяснить себе, что происходит с симптоматикой человека, провести обследование, посоветоваться и начать терапию дальше. Потому что, например, панические атаки и кардиофобия очень тесно завязаны на неправильное понимание физиологии организма. Вы должны квалифицированно это объяснить. Второй блок – это четыре основных психотерапевтических метода. Когнитиноповеденческая терапия, гештальтерапия, транзактный анализ и четвёртый пока озвучивать не буду. Это вводные базовые методики, которыми вы должны точно обладать и точно знать, для того, чтобы имплементировать их в третий блок. Третий блок – мой личный блок, который условно можно разделить на три части. Первая часть – это конкретный пошаговый алгоритм работы с пациентом с теми или иными жалобами – панические атаки, агорофобия, ОКР, ипохондрия, неврастения, остения, психостения, потеря смысла, депрессия. Это сделано для того, чтобы уже с первого дня вы могли чётко понимать, по какому плану вы идёте. Первое, второе, третье, четвёртое занятия и так далее. Потому что большинство студентов вузов не начинают свою работу, выпускников, потому что у них нет конкретики. Чё делать с пациентом, никто не знает. У вас будет конкретный пошаговый план. Жалуются на паническую атаку, на тревогу, на страхи, навязчивые мысли поведения. У вас будет конкретный пошаговый алгоритм, по которому вы идёте по протоколу. Дальше мы занимаемся самым интересным. Мы взяли эту модель у американцев. Эта модель взята у медиков, которые учатся в Соединённых Штатах. Вы будете учиться решать кейсы, клинические задачи. Перевёрнутые, обратные, там их много разных. Вы будете учиться выстраивать гипотезу. А что же является причиной этих самых напряжений? Потому что с паническими атаками, с жалобами пациентов вы справитесь быстро, поверьте. Это несложно. Я вас этому очень быстро научу, чему вас не научили в вузах. А вот дальше будет самое клёвое. Потому что ваша уникальность будет в том, что вы будете уметь концептуализировать и разбирать кейсы. Что же стоит на самом деле за этим неврозом? Какой патогенез? Какие личные особенности? И мы будем с вами этому учиться. От вас потребуются клиенты. Мои будут клиенты, которые будут заниматься с нами по скайпу. Вы будете видеть кейсы, мы будем это обсуждать. Вы будете представлять свои кейсы и так далее. Занятия, кстати, будут проходить как очно, так и дистанционно. Очно в этой аудитории 22 человека. Будет идти трансляция онлайн, и вы сможете смотреть онлайн из другого города, задавать вопросы в чате преподавателю, либо просто смотреть в копии. Но, какую бы вы форму обучения не выбрали очную, смотреть онлайн или в копии, вам придется очень ответственно подойти к коллоквиуму. Каждый предмет вы будете сдавать. Для меня очень важно, чтобы наши выпускники были действительно качественными специалистами, а не просто поставить свою фамилию на сотнях и тысячах дипломов. Для меня это очень важно. Поэтому я буду следить, и мои коллеги, максимально строго. У нас только сегодня на первом собеседовании отвалилось 4 человека. И, скорее всего, кто-то отвалится в процессе обучения, потому что не будет усваивать информацию. Мне важно, чтобы дипломы и удостоверения получили те люди, которые действительно понимают. Да, конечно, после окончания у кого-то будет неуверенность. Это нормально. И мы будем предоставлять супервизоры. Супервизия будет проходить в формате и онлайн, и офлайн, чтобы вы развивались в профессии стремительно и крепко. Это важно. По статистике Росстата 60% наших выпускников психологических вузов не работают по профессии. А знаете почему? А потому что они вышли и не знают, что делать. Они теряются. А другая часть выпускников просто боится. В итоге из оставшихся 40% еще половина сливается в первый год, и в итоге остается процентов 5. Их категорически не хватает. Давайте это исправим. Только наполним рынок действительно сильными, крепкими специалистами. И я готов поделиться своими знаниями, чтобы у вас действительно стояла очередь. Вы будете и лично обеспечены, и поможете сотням людей, и найдете ту самую гармонию и баланс, который всегда хотели помогать людям. Четвертый блок нашего обучения – это дополнительный блок. Это блок маркетинга. Какой бы вы ни были талантливый, как бы у вас ни получалось, очень важно уметь правильно себя презентовать. То, что сегодня называется личным брендом. Вы можете быть очень крутым специалистом, но если вы не умеете себя презентовать, если вы не умеете выстраивать позиционирование и показывать свои сильные стороны, вас никто не увидит. Мы хотим, чтобы вы на четвертый блок пришли одними, а ушли с четким пониманием, кто вы, что вы делаете, как вы делаете, и что вы будете делать дальше с точки зрения личного бренда, позиционирования и маркетинговых инструментов. В итоге за четыре блока вы получите знания медицины, физиологии, которых нет у ваших конкурентов, окрепнут знания базовый гештальт, когнитинопоединенческая терапия, транзактный анализ, четвертый пока не буду говорить, и на третьем блоке вы научитесь получать конкретные пошаговые алгоритмы, которых тоже нет у ваших конкурентов, и самое главное – вы будете учиться решать кейсы. Это то, чем славится, собственно говоря, Алексей Красиков. И все смотрели «Точку роста» в Ютьюбе, посмотрите, посмотрите в Инстаграме. Все говорят, как он это, черт побери, делает? Я вам покажу, как я это делаю, и вы научитесь. Все справки у Марины в приемной комиссии. Мы скоро начинаем. И последний маленький нюанс меня просили мои коллеги вам передать. Если вы будете учиться параллельно в какой-то другой организации и у нас, удостоверение вы сможете получить только после окончания основного обучения в сторонней организации. Мы официальная компания. Мы не можем выдать вам удостоверение без документов, как и принять вас на обучение. Вся информация у Марины. Я вас жду, врачи вас ждут, мои коллеги вас ждут, вас ждут клиенты. Поэтому добро пожаловать в Школу эмоционального интеллекта. Давайте изменим представление в России о психологах и психотерапевтах к лучшему. Потому что пока что я понимаю недоверие населения к нам, ко всем. И я понимаю, откуда это недоверие. И вы тоже понимаете, откуда. От непонятного качества работы. Давайте это исправим. Я вас жду на занятиях. Ваш Алексей Красиков и Школа эмоционального интеллекта. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова